Сменившая пол, 18-летняя дочь Илона Маска подала в суд заявление на смену имени и фамилии. Как говорится в судебных материалах, Вивиан Дженна Уилсон, урожденная Ксавье Александр Маск, хочет избавиться от любой формы родства, как сказано, со своим биологическим отцом. Заявительница просит официально поменять полученное ею при рождении мужское имя на женское Вивиан Дженна Уилсон. В петиции, поданной в окружной суд Лос-Анджелеса в Санта-Монике, она также просит выдать ей новое свидетельство о рождении. Бумаги были переданы в суд еще в апреле, но СМИ не обнаружили документы в архиве только сейчас. Что за конфликт в семействе Маска привел к столь драматичному повороту, журналисты пока не знают. Ни сам основатель Тесла и SpaceX, ни его дочь эту новость еще не комментировали. Маск был женат на матери, Ксавье Жюстин Уилсон, 2000 по 2008 годы. Их первый ребенок, получивший имя Невада, родился в 2002 году на возрасте 10 недель и скончался. В качестве летального диагноза в документах был указан синдром внезапной детской смерти. Вскоре Уилсон родила близнецов, которых назвали Ксавье и Гриффин, а потом и тройню – Демиана, Кая и Саксона. Помимо них у Маска есть еще двое детей от канадской певицы Граймс, мальчик по странному имени XIA12 и дочь ExoDarkSideReel. В случае XIA12 можно говорить только о биологическом поле, так как родители обещают дать ребенку самому выбирать свой гендер, когда он вырастет. Многочисленные дети Маска редко появляются в новостях, несмотря на знаменитость отца. 19 июня, когда в США отмечался День Отца, Маск написал в Твиттере, что очень любит всех своих детей. В прошлом Маск неоднократно высказывался о вопросах пола и в нескольких скандалах даже был заклеймен как противник ЛГБТ+. В прошлом году он пожаловался на людей, которые применяют свои собственные, отличные от биологических гендерно маркированные обращения. Апелляция дочери Маска поступила в суд за месяц до того, как Маск публично объявил о своей поддержке республиканской партии. До того он всегда голосовал за демократов. Также Маск называл своим другом Рона де Сантиса, губернатора Флориды и республиканца, представившего законопроект, который запрещает преподавать детям в школах информацию о существовании разных сексуальных ориентациях и проблемах гендера. Законопроект был утвержден и теперь учителям во Флориде за упоминание этих тем. Во время уроков грозит административное преследование. Иными словами, не морочьте детям голову. В 2020 году Маск в Твиттере раскритиковал гендерно-нейтральные местоимения, но потом удалил запись и заявил, что поддерживает трансгендерных людей. Нобелевская медаль российского журналиста, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в понедельник 20 июня была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Трансляция мероприятия в медиа-центре «Нью-Йорк Таймс» на Манхэттене велась на сайте аукционного дома. Перед началом торгов обладатель награды подтвердил готовность продать медаль. Ставки начались с 700 тысяч долларов и очень скоро превысили сумму в несколько миллионов. После того, как стоимость медали достигла 16 миллионов 600 тысяч долларов, неизвестный покупатель по телефону предложил 103,5 миллиона долларов. Эту ставку уже никто не смог перебить. Отмечается, что все вырученные средства будут перечислены в Международный фонд ЮНИСЕФ. По словам Муратова, пожертвования предназначены для помощи детям-беженцам с Украины. Также главред «Новой газеты» призвал людей со всего мира присоединиться к флешмобу и выставлять на торги свои реликвии, чтобы помочь другим. Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, напомним вам, в октябре 2021 года, получив награду, как сказано, за усилие по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира. Он разделил приз филиппинской журналисткой Марии Риеса. Церемония награждения журналистов прошла 10 декабря в городской ратуше Осло. О намерении продать свою медаль Муратов заявил в марте 2022 года. Пожар произошел на Голливудских холмах в районе каньона Койот в Лос-Анджелесе. Как уточняет Лос-Анджелес Таймс, пламя начало распространяться близ апартаментов, находящихся недалеко от студии Universal. Лесной пожар на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе сжег по меньшей мере два акра возле апартаментов AVA Toluca Hills и рядом со знаменитым знаком Голливуда, рассказал в Твиттер журналист Малик Эрнест. К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, огонь не повредил ни одно из зданий. Причина возгорания устанавливается. В борьбе с огнем было задействовано 100 пожарных, поддержку с воздуха оказывали вертолеты с водой. Сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль распространение огня за 75 минут. В штате Пенсильвания мужчина умер после того, как попытался закурить сигарету, будучи подключенным к кислородному конденсатору. Происшествие случилось в доме погибшего, имя которого не разглашается. На мужчине была надета назальная конюля для подачи кислорода. Слово такого не знаю. Назольная конюля для подачи кислорода. Однако это не помешало американцу попытаться закурить. По данным полиции, в момент, когда он зажег сигарету, произошла вспышка, и мужчина получил серьезные травмы. По данным Ассоциации противопожарной защиты, кислород сам по себе не воспламеняется. Он действует как катализатор, помогая огню гореть ярче и распространяется быстрее. Иными словами, поднеся включенную зажигалку с кислородной трубки, мужчина получил сильный ожог дыхательных путей, который оказался смертельным. Актриса Сандра Буллок подтвердила, что возьмет перерыв в работе. Об этом сообщает The Mirror. 57-летняя голливудская звезда призналась, что чувствует себя выгоревшей и хочет отдохнуть от съемок. Я выгорела, я устала, и я больше не могу принимать правильные разумные решения, заявила Буллок. Я не хочу быть обязанной подстраиваться под счеты расписания, кроме моего собственного, добавила она. Актриса подчеркнула, что она благодарна за все, что имеет, однако заметила, что ее творческий путь не обошелся без жертв. Буллок выразила опасение, что загруженность на работе может негативно повлиять на ее личную жизнь. Последние годы Буллок была занята съемками фильма «Быстрее пули». Боевик должен выйти на экраны в июле этого года. В нем также снялись актеры Брэд Питт и Майкл Шеннон. Ранее Буллок говорила о том, что может уйти из кино. Актриса отметила, что хочет посвящать больше времени детям и заниматься тем, что делает ее счастливой. Жительница города Хьюстон в Техасе забыла своего пятилетнего сына в машине на жаре, в результате чего ребенок скончался в день рождения сестры. Об этом сообщает телеканал Факс Ньюз. Шериф Эд Гонсалес рассказал, что в этот день семья готовилась праздновать день рождения сестры погибшего. Женщина зашла в дом с дочерью и спустя некоторое время поняла, что второго ребенка внутри нет. Подбежав к машине, она увидела, что мальчик все еще пристегнут к своему креслу. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что он скончался. По словам матери, мальчик умел расстегивать ремень и мог выйти из машины. По данным Национального совета безопасности, в 2018 и 2019 годах в США скончались 53 ребенка после того, как их оставили в перегретом автомобиле. Женщина заказала кресло на Амазон и вместе с посылкой получила заполненную кровью пробирку. По словам Джен Багакис, она купила кожаное кресло и после того, как его доставили, принялась за распаковку. К ее удивлению, в коробке с мебелью она обнаружила полную кровью медицинскую емкость. Цитата. «Если я скажу вам, что кожаное кресло, которое я заказала на Амазон, было упаковано с заполненной кровью пробиркой, вы мне поверите?» Спросила Битакис на своей странице в социальной сети. Испуганная женщина сразу же написала письмо в компанию с просьбой объяснить, как в коробку с ее креслом попал столь странный предмет. Ее уведомили, что обращение принято, но объяснение она пока не получила. В возрасте 88 лет ушла из жизни актриса Морин Артур. Об этом сообщает Hollywood Reporter. Артур скончалась в своем доме в Беверли-Хиллз после продолжительной болезни Альцгеймера. Актриса родилась в 1934 году в Сан-Хосе, штат Калифорния. Дебютом в кино для нее стала роль в сериале «Шоу Реда Скелтона», вышедшем в 1951 году. Одни из главных проектов Артур – фильм «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая», где актриса сыграла любовницу директора Хайди Ла Ру. Морин также снялась в картинах «Грозовая аллея», «Трое убийц», «Любовь по-американски», «Машина любви». В сериалах «Марки Минди» она написала «Убийство», «Путь на небеса» и других лентах. Параллельно со съемками в кино актриса играла в постановках на Бродвее. У Артура остались два брата – Джеральд и Дэвид, а также пасынок Том. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова